Первые летальные случаи, связанные с заболеванием гриппом, зафиксирован в Новосибирске. От осложнений, вызванных вирусом, скончалась 40-летняя женщина. На карантин полностью или частично в области уже закрыто 37 школ и 195 детских садов. Введен запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. В поликлиниках продлили часы приема и ввели 6-7-дневную рабочую неделю. Между тем, в Кемерово сегодня прекратили работу все общеобразовательные школы. Закрыты спортивные секции и кружки. С диагнозом грипп госпитализировано около 800 человек. Большинство из них дети. Пострадать из-за эпидемии гриппа могут не только школьники, но и преподаватели. С сегодняшнего дня томских учителей, не поставивших прививку от гриппа, отстраняют от работы до 20 февраля. Те, кто не мог ввести вакцину из-за медицинских противопоказаний, продолжат получать зарплату. А вот те преподаватели, которые отказались от прививки по другим причинам, заработка лишатся. Конечно, возмущенные и слезы были. У девчонок просто они одни. Взяты кредиты, ну как все сейчас живут. Я простроила программу таким образом, что в феврале мы должны были закончить теоретическую часть. И затем вот там полторы недели остается только направить на решение задач. Однако отстранение преподавателей от работы абсолютно законно заявляют в Роспотребнадзоре. Педагоги обязаны ставить 8 прививок от общеопасных заболеваний, в том числе и гриппа. Как школьники будут наверстывать часы, пропущенные из-за отсутствия учителей, чиновники не поясняют. Продолжение следует...